Я очень благодарю Господа за такую возможность, что я сегодня могу делиться с вами Словом Господа, Его сердцем, которое написано в Библии. Сегодня много церквей, они говорят, Бог любит нас, о любви Божьей говорят, но очень мало церквей говорит о том, что мешает нам принять эту любовь Господа, что мешает нам находиться в благословении Господа. Поэтому я об этом сегодня хочу с вами поговорить. Только через Слово Бога, через зеркало нашей души мы можем увидеть то, что нам мешает быть всю свою жизнь благословением, милости Бога, иметь благодарную душу перед Богом. Поэтому давайте мы сегодня откроем Божье Слово и увидим себя Божьими глазами. Очень важно увидеть через Слово себя. Поэтому сегодня мы прочитаем от Луки, 18 главу, с 9 стиха. И страница 88, Евангелие от Луки, 18 глава, 9 стих. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей стал молиться сам себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Почтусь два раза в неделю, даю десятую часть от всего, что приобретаю. Мытарь же, стояв вдали, не смел даже поднять глаза на небо. И ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданный дом свой Божий, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Достаточно. По 14 стих мы прочитали, и точно Господь нам показывает таких людей через эту историю, которые думали, что они праведны. Они не были праведными. Они не имели духовную чистоту в своем сердце, но они думали, что они такие. И эти люди, они приходят к Богу и одевают на себя одежду. Одежду своей праведности, которые за этой одеждой они прячут свой добрый вид. Когда я общаюсь с такими людьми, тогда они говорят мне, я покаялся, я исповедовался, я принял крещение, я даю десятую часть, я служу Богу. Но когда я спрашиваю, а у вас есть грех, да? Тогда эти люди, они не могут сказать мне, что я безгрешный, что я святой, я праведный. В основном они отвечают, да, конечно, все мы грешные. Тогда я спрашиваю этих людей, почему вы отвечаете за всех? Вы сами перед Богом сейчас свидетельствуете, вы имеете грех или нет. Если в нашем сердце живет Иисус Христос, тогда там нет никакого греха. Потому что Иисус, Он совершенно решает проблему греха. И в какой дом Он приходил, да, в любую проблему Он решил. Поэтому если в наше сердце пришел Иисус Христос, тогда Он тоже эту проблему решил. И человеку уже не нужно одевать никакую одежду праведности. Тогда человеку можно свободно стоять на гимн, как Адам и Ева перед Богом. Они стояли, ничего не прятали, они свободно, да, жили Словом Господа. Они свободно проходили мимо дерева познания добра и зла. Но когда дьявол вошел в их сердце, тогда они уже за одеждой начали прятать свой грех. Поэтому здесь мы тоже прочитали историю о таких людях. Знаете, болезни, разные болезни бывают, но болезнь, она не так страшна. Самое страшное, это когда болезнь не обнаруживается, тогда мы не можем ее лечить. Поэтому коронавирус, да, это обычный гриб, он не очень страшный. Но самое страшное в этом вирусе то, что человек две недели, он может болеть, сам об этом не знать и заражать других. Поэтому этот вирус очень быстро распространяется. Поэтому одинаково болезнь греха, болезнь неверия, это не очень страшная болезнь. Иисус может это все решить в церкви, это может все быстро вылечиться у человека. Но проблема, когда человек, он не знает своей болезни, он прячет эту болезнь, неверия Слову, неверия Слуге Божьему, неверия Церкви, прячет за одеждой своей праведности, за своими делами. Поэтому здесь тоже фарисей, он так пришел и стал перед Богом, да. И тогда что он говорил Богу? Он показывал, да, свои дела. И он не был праведным, но он был уверен, он так считал, что я праведный, да. И он сравнивал себя с этим мытарем, да. Поэтому Бог кого здесь помиловал? В этой истории мы можем видеть, что Бог дал праведность, дал оправдание тому человеку, который мытарь. Он стоял перед Богом и говорил в своем сердце, у меня ничего нет хорошего. Даже он не мог поднять глаза. Поэтому если такой душой мы тоже стоим перед Богом, точно я прав. У меня нет ничего хорошего. Даже я не заслуживаю Царство Небесное. Но Бог такого человека обязательно он помилует, как помиловал здесь этого мытаря. Но дьявол делает так, чтобы человек, он считал, я прав. И стоял, да, в своей праведности перед Богом. Тогда этот человек, он уничижает других. Как этот мытарь, он не только за себя отвечал, да. Он здесь очень ясно уничижал, вернее фарисея, он уничижал этого мытаря, да. И благодарил, что он не такой, как этот мытарь. У нас каждый сам даст отчет перед Богом. Но человек, который считает, я прав, он в своем сердце уничижает других. Он не слышит никого, кроме себя. Он сам мучается внутри, мучается от своей правды. Поэтому этот человек, он старается и изолироваться, когда его правду не признают другие люди. Уединиться и живет в мире своих мыслей. Поэтому такие люди тоже в Библии есть. И явный пример это фарисей, который приходил к мытарю. Он не отвечал сам за себя перед Богом, он сравнивал себя с мытарю. Но если мы будем сравнивать себя, допустим, с служителем или с пастырем-супаком, да, тогда вообще у нас нет ничего, да, чем бы мы могли гордиться. Поэтому какой душой мы стоим перед Богом, это очень важно. Вот эта вещь, своя праведность и оправа, очень мешает нам получать милость. На самом деле Бог не только мытаря хотел помиловать. Бог хотел помиловать обоих, да, и фарисея, и мытаря. Они оба пришли перед Богом. Бог хочет помиловать всех людей. Он хочет оправдать всех людей. Но почему многие люди, они остаются грешниками? Причина, и одна из этих причин, это то, что человек приходит к Богу в своей праведности, как этот фарисей, и сравнивает себя с каким-то наркоманом, преступником или алкоголиком, и считает себя лучшим и достойным Царства Небесного. Но Библия говорит, что мы все родились во грехе, и у человека нет ничего хорошего. И мысли человека — это зло, и сердце человека — это лукавое и испорченное. Поэтому нам нечем, да, гордиться и хвалиться перед Богом, чтобы мы наследовали Царство Небесное. Нам нужно это признать. Поэтому здесь мытарь, он это признал, поэтому, смотрите, 13 стих, он стоял вдали и не смел даже поднять глаза на небо. Ударя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Получается, в его душе даже он не мог молиться, да, он понимал, внутри у меня очень много нечистоты. Но фарисей был совсем другой. Хотя у него внутри тоже была эта нечистота, он тоже не мог сказать, что я праведный. Он так считал по своим делам. Но внутри у него был грех, но он показывал свою одежду, да, и он свободно молился к Богу. Глазами Бога, смотрите, здесь есть фарисей, есть мытарь. Как вы думаете, кто хуже? Видимо, глазами человеческими, конечно, фарисей он лучше, мытарь это хуже. Фарисей благочестиво жил, все давал, в церковь ходил, да, а мытарь, наоборот, все себе обманывал людей, да, не ходил в церковь, даже не было времени, бизнесом занимался с утра до вечера. Даже по зуму, если ему проповедь ставили, тогда он даже не слушал, да. Но в душе, смотрите, фарисей, он прятал вот эту нечистоту, а мытарь, он свободно, он свидетельствовал, да, я такой человек, да, перед Богом. Поэтому в вашей душе вам нужно увидеть, да, вы, каким видом вы становитесь перед Богом. Бог не видит наш вид внешний, Бог не видит нашу одежду, в которую мы одеваемся. Бог смотрит наше сердце. В нашем сердце что есть? Есть ли вера в Его Слово? Если Бог сказал у человека ничего хорошего, тогда верующий человек точно он знает, у меня нечем гордиться и хвалиться перед Богом. Поэтому в рай я могу попасть только по милости Господа, только по делу, которое сделал Иисус Христос, не по моему делу, да. Поэтому Бог, да, Он хочет всех помиловать, Он хочет всех очистить и оправдать. Но проблема, вот эта одежда, да, которую сатана одевает людей, и они с хорошим видом, да, чтобы гордиться перед другими, чтобы иметь благочестивый вид, они с таким же видом приходят перед Богом. Из-за этого вида, из-за этой одежды, которой оделся фарисей, они не могут получить милость Господа. Бог не мог его омыть и очистить в этой одежде. Когда мы купаемся, да, когда мы снимаем всю одежду, или вы купаетесь в одежде, как вы купаетесь? Ну, я снимаю всю одежду и, ну, даже ее меняю, да, это грязную одежду, я бросаю стирку, чистую одежду, потом после купания я одеваю. Вы тоже так делаете? Да, спасибо. Вы реагируете, тогда я могу видеть, что вы живые, да, потому что я вас не слышу, но тогда вы слышите меня, по реакции я могу видеть. Знаете, однажды с одним бомжом я пообщался, он начал приходить в нашу церковь, и я попросил его, да, ты можешь, ну, запах от него не очень хороший, поэтому, когда приходит небольшое помещение, всем братьям, сестрам тяжело слушать слово было. Поэтому я попросил его, ты можешь, ну, помыться, привести себя в порядок, да, чтобы более нормальным видом приходить и постираться, да, приходить в церковь без запаха. Ну, он сказал, конечно, мне это сложно, потому что я бомж, у меня нету ванной комнаты, у меня нету жилья, но я попробую. И на следующий раз он пришел уже, запах его был меньше, конечно, но все равно этот запах оставался, да, у него. Я спросил, а где ты помылся? Как ты постирался? Он сказал, просто в озере я плавал в одежде, и заодно и помылся, и заодно и постирался. Понимаете? Ну, как вы думаете, запах ушел от него или нет? Запах не ушел. Немножко, конечно, меньше запах стал, но в основном запах остался тот же самый. Получается, да, бомж, он не может совершенно омыться и очиститься в одежде. Ему нужно было снять грязную одежду, помыться, да, даже в озере пускать. Потом одеть чистую одежду без запаха, тогда он имел бы другой вид, не бомжа, не запах бомжа. Поэтому человеку тоже одинаково, да. Когда человек приходит перед Богом, да, в своей одежде он не может, даже Бог не может его омыть или очистить. Человеку нужно снять ту одежду, которую одевает дьявол. Но с грязной, порванной одеждой, с нечистой нам очень легко расстаться, просто мы выбрасываем ее в мусор. Но если мы считаем эту одежду чистой, красивой, как этот фарисей считал свою одежду, чистую, красивую, тогда он не хочет с этим расстаться. Да? С новой одеждой вы разве хотите расстаться, которую вы купили, или долго за нее зарабатывали, или раньше моя жена-то вязала спицами, да, какие-то вещи. Поэтому моими глазами это просто обычные вещи, даже на тряпку похожи. А ее глазами это очень драгоценное, потому что она долго это делала, да. Вы вязали это спицами или крючком? Тогда, так что, это очень ценная вещь, это нужно всем показывать, я своими руками сделала. Поэтому мы приходим в такой одежде, которую сделали своими руками перед Господом, и становимся, но мы не можем стать чистыми, потому что Божьими глазами эта одежда, она нечистая. Поэтому очень важно увидеть себя Божьими глазами и вовремя снять и очиститься, да, снять эту одежду. Бог сказал, все мы родились как нечистые, да, но нам нужно что? Не нужно это прятать, это нужно перед Богом показать, точно я такой нечистый человек, который сам не могу очиститься. Но мы хотим стоять как бомж, да, не снимая свою одежду, но Бог чувствует запах греха такого человека. Потому что Бог не смотрит вообще на одежду, Бог смотрит на сердце человека. Там есть вера, там есть вера в то слово, которое Он сказал. Поэтому если Бог сказал, что сердце человеческое, лукавое, испорченное, тогда сколько бы мы не прятали под хорошим видом, все равно такое сердце останется. Нам нужно признать, да, мое сердце такое, и из него не исходит ничего хорошего, тогда мы получим сердце Иисуса Христа. Многие люди ходят в церковь и считают, что их сердце хорошее, и они верят своему сердцу больше, чем сердцу Иисуса Христа. Особенно сейчас, в этот период коронавируса, это обнаружилось, когда многие люди ходят на базары, магазины, да, но не ходят в церковь. Они считают, наше сердце чистое, хорошее, да. Но что важнее для нас, это материальные вещи, да, или духовные. Это очень важно. Для верующего, спасенного человека, важнее духовные. Важнее связь с Господом. И эту связь мы можем иметь только через слово. Давайте мы сегодня еще откроем одно место. Исайя хочу вам показать. Исайя, 64 глава. Проблема фарисея в том, что он не видел через слово свой настоящий вид. Он больше смотрел на вид мытаря, который находился рядом, и сравнивал свои дела с этим человеком. Но нам важно увидеть себя через слово. 64 глава, 6 стих. Здесь Библия о чем нам говорит. Все мы сделались, как нечистый. И вся праведность наша, как запачканная одежда. Все мы поблекли, как лист. Беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя твое, который положил бы крепко держаться за тебя. Потому что ты сокрыл, от нас лицо твое, и оставил нас погибать от беззаконий наших. Смотрите, здесь Бог о чем говорит? Ему нравится та одежда, в которой мы приходим и становимся перед Ним. Бог говорит, да, эта одежда мне приятная, мне угодная. То, что ты, как фарисей, да, живешь, ходишь в церковь, даешь десятину, да, все делаешь. Но проблема. В душе ты остался и прав. В душе ты не признал Господа праведным, да, не признал ты хозяином, да, Иисуса Христа своим хозяином. Поэтому здесь, вот эта одежда, которая, да, человек приходит, это для Бога запачканная одежда. Получается, негодная одежда, которую нужно выбросить, да, которую уже даже нельзя постирать, нельзя ее исправить. Поэтому Бог говорит, мы все сделались, как нечистые, от рождения. И вся праведность наша, как запачканная одежда, вся, смотрите, вся одежда, которую сделали мы своими руками, своими делами, она для Бога запачканная одежда. Бог принимает только ту праведность, которую сделал Иисус Христос, и которую нам подарил. Ту одежду, которую отец, он сам приготовил для блудного сына. Это есть Божья праведность. Это есть чистая, брачная одежда, в которой мы можем зайти на пир Господу, зайти в Царство Небесное, зайти в Его мир, милости и благодати. Но часто мы приходим в своей одежде и пытаемся жить, да. Есть в Библии такая история, как один человек пришел на брачный пир. Да, он правильно поступил, он принял приглашение царя. Он сделал вид, я верующий, я верю царю, я хочу жить угодно царю. Но удивительно, когда все заходили на пир, да, все снимали свою одежду и слуги выдавали брачную одежду. Но этот человек не захотел снять свою одежду. Он считал, моя одежда тоже прекрасная. Я же ее сам сшил, я ее сам приготовил, я сам ее заслужил. Поэтому он не захотел, да, снять свою одежду и зашел на этот пир в своей одежде. Смотрите, хотя он получил как бы спасение, зашел на пир, да, принял слово, приглашение царя, верой. Но дальше верой он не жил. Получается, дальше он жил верой в себя, да, поэтому остался в своей одежде. Он не слушал слух, которые говорили ему. Сними одежду. Царь вот приготовил каждому брачную одежду. Он не доверял слугам. Поэтому зашел в своей одежде. И когда пришел царь, что он сделал? Вы помните, что он сделал с этим человеком? Он сказал, выведите его, да, с этого места пира и брось его тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов. Это вам замашнее задание найти эту историю и изучить, да, в Библии. Смотрите, здесь Бог показывает. Тот человек, который в своей праведности находится, он не может находиться в том месте, где я благословляю, да, в моем пире, в моем мире деяний Бога. Он не может. Поэтому этого человека вывели с этого места. Страшное место, где плач и скрежет зубов. Где сожаление. Почему я так поступил? Почему я так жил? Почему я слугам говорил, я прав? Да? Почему я не принял ту волю Отца? Отец хотел, чтобы все находились в одинаковой одежде. Чтобы никто не мог возвышать себя, я лучше или хуже. Да? Мы все находимся в церкви. Мы получили праведность Иисуса Христа. Поэтому мы все в одинаковой надежде. Одежде. Нет здесь хуже или лучше человека. Но тот человек хотел возвышать себя, показывать. Смотрите, я служу, я дистину даю, я пожертвовал, я покаялся, я бросил пить, курить, я получил исцеление, я такой хороший. Да? Это царю не нравится. Для царя все его дети одинаково, он любит всех одинаково. Его любовь безусловная. Тот, кто принял его милость, его любовь, его слово, он получает его любовь и заводу без всяких условий. И не важно, какие недостатки есть у нас. Поэтому важно нам понимать, почему мы часто не чувствуем этой любви, не получаем. Не потому, что Бог ее не дает, да? У Бога есть эта любовь ко всем, просто Бог не может ее дать из-за этой одежды. Фарисей не мог получить оправдание из-за этой одежды, которой он стоял перед Богом. Поэтому Бог сказал, вся ваша праведность, это запачканная одежда. Получается, когда мы идем к Богу, к Отцу, нам нельзя одевать эту одежду. Нам нужно одевать чистую одежду, не запачканную. А чистая одежда, это праведность Иисуса Христа. Это вера в Слово, которое говорит нам Бог. Седьмой стих. И нет призывающего имя Твое, которое положил бы крепко держаться за Тебя, поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. О чем здесь говорит Господь? Получается, Бог сокрыл лицо, отвернулся даже от этого человека. Получается, как мы отворачиваемся от бомжа, от которого исходит нечистый запах, так Бог отворачивается от человека, который внутри имеет недоверие в то, что говорит Бог и церкви, но одевается в красивую одежду и говорит, да, пастырь, я так буду жить, будьте благословенны, говорит, еще что-то, я же не матюкаюсь, я уже по-другому живу. Но Бог, написано в Библии, сокрыл лицо от таких людей. Сокрыл. Поэтому наша проблема, да, стоит в том, что мы часто хотим приходить к Богу в такой одежде, хотим держать какой-то благочестивый вид перед Богом. Поэтому проблема многих верующих сейчас именно это, то, что с хорошим видом они хотят стать перед Богом. Но Бог ждет нас на Гиме, Бог ждет нас с тем видом, который настоящий, да, хороший он или плохой, это не важно. Бог ждет наше открытое сердце, да, тогда в этом сердце он может действовать, тогда это сердце он может омыть, тогда это сердце он может оправдать, аминь. Поэтому здесь, смотрите, мытарь, он стоял, да, в него не было чем хвалиться, но он стоял с открытым сердцем. Я даже не могу поднять глаза перед Богом. Но люди, имея внутри доверие себе своим мыслям, даже не признав, что Бог их хозяин, да, одевают вот эту красивую одежду верующего и ходят в церковь. С этой одеждой они читают Библию, они даже выучивают стихи, они очень хорошо знают, они очень хорошо цитируют, но внутри у них живет грех. Грех это доверие себе своим мыслям. Если Бог сказал все одинаковые, все негодные, все нечистые, тогда фарисей мог хвалиться и себя возвышать над мытарем. Он не мог. Тогда он просто, да, я тоже нечистый, хотя это делаю, но ты помилуй меня. Это не спасет меня. Поэтому кто-то имеет веру, да, смотрите, эти люди были уверены в своей праведности, но это не значит, что они были правильны. Кто-то сильно уверен в своих правильных мыслях, да, но это не значит, что он правильный и слушает Бога, и стоит верующим перед Богом. Нам нужно, верующий, запомните, как это определить, он стоит свободно, на гимн, открытым, перед Богом, и показывает все свои недостатки. Как больной приходит к врачу, он показывает всю свою болезнь, да, тогда врач очень легко лечит такого человека. Поэтому верующий к своему отцу приходит свободно со своими проблемами, недостатками, и показывает их. Но человек неверующий, да, он прячет этот вид за благочестивой одеждой и приходит и показывает что? Показывает свою одежду. Знаете, недавно я слушал пастыря, пастырь рассказывал о психологии преступников, и он 10 лет проповедовал в тюрьмах, и он подробно общался с преступниками, изучал их внутренний мир. Поэтому преступник, когда он будет пойман и попадает в тюрьму, в его душе не происходит покаяния. Я неплохо поступил. В его душе происходит другая вещь. Он начинает анализировать, почему же он попал в тюрьму. Допустим, он что-то украл, но не одел перчатки, да, поэтому его отпечатки пальцев остались в этой квартире, и когда их сняли работники полиции, и по этим отпечаткам находят его и садят в тюрьму. Поэтому он начинает анализировать, что же я сделал не так, почему я попал в тюрьму. И он начинает понимать, а, я не одел перчатки. И он не раскаивается в том, что он украл это плохо. Он думает, плохо то, что я не одел перчатки. Потом он дальше, да, думает, что, в следующий раз я одену перчатки и меня не поймают. В его сердце остается эта же душа, хотя я буду делать преступления, но я одену перчатки и меня не поймают. И с этим сердцем он живет, да, в тюрьме и ждет того момента, да, чтобы выйти и опять одеть перчатки, да, и сделать преступление. Следующая мысль, которая приходит к нему, когда он попадает, в тюрьме он не может сделать преступление, да, там нечего воровать, там все контролируют работники, но он живет с этой мыслью, точно я здесь нахожусь не потому, что я украл, а потому, что я не одел перчатки. И когда он выходит из тюрьмы, у него приходит следующая мысль, теперь я украду, но одену перчатки. И он одевает перчатки, у него приходит третья мысль, я хочу украсть. И эта мысль постоянно ведет его, но извините, хотя они находят его отпечатки пальцев, но он потом продает ворованную вещь, да, кому-то. И тот человек, которому он продал, да, он тоже его, как бы, сдает в полицию. Часто так бывает. Почему этот человек опять оказывается в тюрьме? Потому, что все это время он доверял своей мысли. Ни разу он не увидел себя. Я такой человек, который не может не украсть. Я такой человек, который не может не попасть в тюрьму. Я обязательно попаду в тюрьме. В тюрьму. Знаете, у нас есть один профессор, который сидел в тюрьме долгое время. Мы смотрели фильм вчера о нем, да, и когда он проводил лекцию в колонии, я тоже там был, он сказал, да, хотя я на свободе, но в моей душе, я считаю, я такой человек, который должен сидеть в тюрьме. И эту мысль я не оставляю. Поэтому это мысль, да, которая там взгляд Бога. Ты такой человек, который должен сидеть в тюрьме. Ты такой человек, который должен гореть в аду. Да, фарисей такой человек, который должен гореть в аду, независимо от его дел. Но он это не признал, поэтому не получил праведность. Мытарь это признал. Поэтому наш профессор, он признал, да, я такой человек, который не может не украсть, который обязательно должен сидеть в тюрьме. И он сказал этим людям, которые были в колонии, что вы не примите эту мысль, что я выйду, украду, сделаю преступление, но не окажусь в тюрьме. Я видел, он сидел долгое время, больше 15 лет, и видел многих людей, которые освобождались и говорили, больше я не вернусь никогда сюда. И через несколько лет они опять возвращались в тюрьму, сделав новое преступление. Почему? Потому что в ихней душе они доверяли своей мысли. У меня получится украсть, я хочу совершенно сделать преступление, я одену перчатки, я еще какие-то способы использую, чтобы меня не поймали. Поэтому такая же мысль ведет многих верующих. Я буду стараться не грешить, чтобы не попасть в ад. Но вы знаете, не получится соблюдать все и постоянно. Не получится не грешить. Поэтому нам нужно признать перед Богом, я такой человек, который не могу не грешить. И мое место в аду, мое место на кресте, меня нужно распять. И когда человек внутри это осознает, тогда он может внутри себя распять. И игнорировать теми мыслями, которые приходят от человека. И больше верить в Слово Господа. Поэтому многие люди в этой одежде не становятся. Это своя праведность, это я прав. Это есть доверие своим мыслям. Эти люди не могут с Богом жить в одном месте. Не могут войти в мир Бога, в мир милости. Поэтому пастор очень ясно через преступника объяснял эту позицию. Если бы преступник перестал верить своим мыслям, тогда он может не оказаться в тюрьме. Но многие преступники, они верят. Или игроман. На примере игромана он тоже рассказывал. Почему игроманы проигрывают все? Квартиру, семью, работу. Все. Берут кредиты. Почему они проигрывают? Одинаковая причина. Однажды они принимают мысль, когда мы попробовали поиграть и выиграли какие-то деньги. У него приходит мысль. Я могу выиграть. Я же один раз выиграл. Потом он проигрывает второй раз. все деньги из кошелька. Потом он проигрывает третий раз все деньги, которые есть дома. Потом он закладывает квартиру, проигрывает четвертый раз. Почему он каждый раз проигрывает, но этого не осознает? Потому что его ведет мысль, я могу выиграть. Вот этот следующий раз я выиграю. Как преступник. Его ведет мысль. Вот в следующий раз меня не поймают. И человек ходит в церковь, у него мысль какая. Вот в следующий раз я не согрешу. Но получается, постоянно согрешают. Постоянно преступник делает преступление и попадает в тюрьму. И громад постоянно проигрывает все. И полностью его жизнь разрушается. Нам нужно признать перед Богом. Хотя наша одежда красивая. Хотя что-то у нас получилось в жизни. Хотя мы освободились от вредных привычек, ходим в церковь, читаем Библию, делим десятину. Но внутри, внутри я такой человек, который должен гореть в аду. Я такой человек, который должен висеть на кресте. Поэтому у меня только один шанс. Получить помощь от церкви. Получить помощь от служителя Божьего. Получить помощь от спасителя Иисуса Христа. Аминь. С такой душой нам нужно каждый день стоять перед Богом. Давайте еще одно место посмотрим. Иисайя здесь рядышком. 59 глава. Люди не понимают, что их неправильные мысли ведут к погибели. Как мысли преступника ведут его в тюрьму. Как мысли игромана ведут его к разрушению его жизни, к краху финансовому. Одинаково все наши мысли ведут нас к погибели. Даже правильные мысли. Закрыться дома, сидеть под коронавирусом и не ходить в церковь. Это к чему ведут? К погибели, к духовной смерти. Давайте посмотрим Исайя. 59 с 1 стиха. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать. И ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью. И персты ваши беззакония. Уста ваши говорят ложь. Язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду. И никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь. Зачинают зло и рождают злодейство. Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц, их умрет. А если раздавит, выползет ехидно. Паутины их для одежды негодны. И они не покроются своим произведением. Дела их, дела неправедные. И насилие в руках их. Еще седьмой давайте. Ноги их бегут ко злу. И они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые. Опустошение и гибель на стезях их. Достаточно. Смотрите, здесь о ком написано. Когда мы читаем, ой, это такие ужасные люди. Правда? Как вам эти люди? Нравятся или нет? Конечно, нам не нравится. Но проблема какая? Что мы не хотим видеть здесь себя. Мы стоим, как фарисеи. Я не таков. Я верующий. Я не убиваю. Я не высиживаю измененные яйца. Мой язык всегда говорит правду. Сколько раз дети приходят и обещают родителям. Больше, папа, я так не буду делать. Я буду вовремя делать уроки. Собирать игрушки. Не буду играть в компьютерные игры. Они говорят правду, дети. Проходит время. Мы смотрим. Они делают то же самое. Сколько раз люди приходят и обещают Богу. Я больше не буду грешить. Я не буду смотреть на женщину с вожделением. Я не буду гневаться на брата своего. Вы не гневаетесь на брата своего. На пастыря, когда он вам говорит правду, показывает вашу проливу, вы не гневаетесь. Часто у нас в душе это все появляется. Смотрите, здесь о чем Бог говорит. У Бога нет никаких изменений. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать. Ухо не отяжелело для того, чтобы слышать. Получается, Бог хочет всех спасать. Бог хочет всех слышать. У Бога нет проблемы. Его сердце открыто к нам. Его любовь без ограничений. Но проблема у кого? У нас. Но, написано, второй стих. Беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Получается, не Божьи грехи, не Божьи беззакония, не того мытаря, который рядом, не того наркомана или алкоголика производят разделение. А чьи? Мои грехи, правда? Мои беззакония, мое неверие, мое доверие своим мыслям производит разделение с Господом. Бог хочет нас слушать, но написано, что отворачивает лицо. Отвращают лицо его. Получается, Бог чувствует запах этого греха. Бог чувствует запах этой нечистоты, которая спрятана под одеждой. Одинаково, как мы чувствуем запах бомжа. Он нам неприятный. Богу тоже это неприятно. Бог хочет слышать молитвы. Он хочет нас спасать. Бог хочет действовать в нашей жизни. Грешник это не тот, который плохо поступает. Грешник это тот, который в своем сердце имеет свой путь. Имеет свое мнение. Имеет свою надежду. Свой взгляд даже на Слово Бога он имеет. Который отличается от взгляда Господа. Грешник это тот, который свое правильное мысль, свое правильное слово ставит выше, чем Слово Господа. Это есть настоящий грешник. Люди даже не понимают, в чем их грех. Смотрите, здесь фарисей думал. Мой, у меня нет греха, потому что я не грешу, потому что я все даю, я правильно поступаю. Но в душе он ставил свое мнение выше, чем Слово Господа. Это его грех. И он говорил правильные слова Богу. Бог не может такого человека помиловать, который в душе считает, я прав. А Библия это неправда. То, что церковь говорит, это неправда. Но Библия это же и есть Слово Бога. В котором нет ни одного процента неправды. Поэтому если Бог сказал, смотрите, наша одежда запачканная. Поэтому получается мы не можем встать перед Богом в этой одежде. Бог сокрывает лицо от нас. Здесь тоже Исаия ясно понял. Если грех есть, тогда Бог отвращает лицо, чтобы не слышать. Сколько бы мы ни молились и ни просили. Но Бог сказал, я отворачиваю от таких людей лицо, чтобы не слышать. Он не хочет слушать нашу неправду. Прости мне мои грехи, я больше так не буду. Это правда или неправда? Это неправда. Конечно, мы слушаем детей, мы хотим слышать. Прости, папа, я больше так не буду. Но мы люди, мы не понимаем, что нас ребенок обманывает, он будет так поступать. Мы верим в то, что он говорит правду. Но Бог точно знает, человек это источник неправды. И его язык это зло. Поэтому то, что он нам обещает, то, что он нам говорит, это неправда. Поэтому Бог не слушает эту неправду. Когда вы точно знаете, вас обманут. Вы хотите слушать эту неправду? Сейчас многих обманут. Коронавирус, многие люди умирают, заболели, еще что-то. Даже в село я ездил с сестрой, она там садит картошку. Глубоко, в Житомирской области. Там даже транспорт не ходит. Люди боятся выйти из дома, а коронавирус нападет на нас. Я встал, кричал, люди, тут нема коронавируса. Тут чистый воздух, чистая природа, да коровы пасутся, лес вокруг. Там нет коронавируса, что вы сидите по домам? Даже дышать свободно не могут. Ходят по улице в масках, в селе. Боятся выйти, потому что они верят в неправду. Потом еще в маленький город Чельников я заехал. И мать одной сестры сказала, да? Ой, у нас тут страшно, одна женщина умерла от коронавируса. Пожелаем. Понимаете? Я говорю, а других болезней сколько умерло? Я не знаю. Но от коронавируса одна умерла. Весь город в страхе. Хотя от туберкулеза умерло, допустим, 3 или 4 человека. Но никто за это не переживает. Понимаете? Мы слушаем неправду, из-за этого страх наполняет нашу душу. Но Бог, почему? Мы не различаем, где правда, где неправда, да? То, что массовая информация нам говорят, да, средства. Мы это слушаем. Но Бог четко различает. Если это исходит из сердца человеческого, это 100% неправда. Одинаково в духовном мире очень важно научиться различать. Все, что исходит из Библии, это правда. Все, что исходит от сердца человеческого, это неправда. Поэтому нам вот четкую границу нужно поставить. Пастор Руксупак эту границу поставил. Но преступник, который сидит в тюрьме, он не поставил границу. Он думает, моя мысль, это правда. Я одену перчатки и не попадусь. Игроман думает, следующую игру точно я выиграю. И эта мысль тоже обманывает его, он становится нищим. Его жизнь полностью разрушается. Поэтому здесь Бог тоже показывает нам, что наш язык говорит что? Ложь. Мы такие люди. Мы сами себе говорим ложь. Поэтому нам нужно слушать то, что говорил Бог. В шестом стихе написано. Паутины их для одежды негодны. Они не покроются своим произведением. Дела их, дела неправедные. И насилие в руках их. Смотрите, кто из вас сейчас пришел в одежде из паутины? Нету никого. Даже если очень долго паутину делает, все равно эта одежда, она будет просвещаться. Правильно? Поэтому Бог почему так говорит? То, что долго нужно паутину. Представляете, сколько ему нужно делать, чтобы сшить одежду. Долгое время нам нужно трудиться, трудиться. Но все равно это негодная одежда. Сколько бы ты ни трудился, все равно через одежду просвещается твой грех. Твоя нечистота, твое неверие в слово и доверие своим мыслям. Когда я слушаю ваши свидетельства, да, или смотрю, да, очень ясно видно, кто доверяет слову, кто доверяет мыслям. Пастырь говорит, поставьте двоечку. Кто-то ставит единичку. Или троечку. Когда это пастырь говорит двоечку, а кто-то говорит единичку или троечку. Это кто говорит? Мысль говорит. Пастырь говорит, собирайтесь по ячейкам, а кто-то сидит дома. Если вы научитесь различать, это основа духовной жизни. То, что говорит слуга Божий, то, что говорит Бог, говорит Библия, и то, что говорят нам наши мысли. А если я выйду на улицу без маски, я умру. Такие мысли говорят нам что-то. Но Бог что сказал? Ваша одежда, хотя она правильная, хотя вы долго ее шили, но вы не покроетесь этим произведением. Вы не спрячете тот грех и не войдете в этой одежде в Царство Небесное. Чтобы одеть новую одежду, старую нужно снять. Старую нужно выбросить. Это наша собственная правильность. Это наше произведение. Это дела наших рук. Для Бога. Это одежда с паутины, извините. Поэтому фарисей стоял в такой одежде с паутины. И свидетельствовал. Моя одежда такая, я даю десятину, я все соблюдаю. Я хожу в церковь. Когда омытор не такой, омытор стоял без одежды. Тогда Бог мог его омыть и очистить. Смотрите, через эту одежду Богу все равно видно грех в сердце каждого человека. Нечистоту. Устами мы что говорим? Я рад тебя видеть. Когда мы встречаем человека, которому мы должны деньги и не можем их отдать. Тогда устами что вы говорите? Пошел вон? Нет. Вы же должны этому человеку деньги. И вдруг вы его встречаете. Ой, я так рад тебя видеть. Слава Богу. На Пасху Христос воскрес. Вы истину воскрес. А внутри что? Хочу убить этого человека и не встретить больше никогда. Чтобы не отдавать ему деньги. Ну, если у нас их нету и мы не можем отдать. Хорошо, что они есть и есть. Тогда мы раз достаем кошелек и отдали эти деньги человеку. У нас, может быть, такое не возникнет. Но если их нету, и этот человек долгое время требует и ждет, да? И вы встречаете на Пасху такого человека. Христос воскрес, свой истинный воскрес, да? А внутри? Там лучше бы я тебя не встретил бы. Да? Вообще, ты умер бы. И я не буду отдавать тебе долг. Не возникает такое? Я думаю, возникает, правда? Не знаю, хороший пример или нет, но есть анекдот такой, да? Кто-то звонил вечером по телефону, да? Алло, здравствуйте, это Вася? Не, Вася тут не живет. Да? Потом опять через полчаса уже там человек уже помылся, кушать, покушать, спать ложиться, опять звонок, да? Здравствуйте, это Вася? Не, Вася здесь не живет, я вам говорю. Уже свет потушил, уже заснул, почти опять звонок. Встал, побежал к телефону, да? Это опять, здравствуйте, это Вася? Человек же культурный, не хамит, не грубит. Я вам третий раз говорю, уже Вася здесь не живет, не звоните. Но потом уже заснул, и среди ночи уже под утро опять звонок. Алло, здравствуйте, передайте Вася, что я звонил, да? Тогда у человека что будет? Реакция какая? Будьте благословенны? Будьте благословенны? Недавно у меня рабочие работали днем, я несколько раз им, не шумите, не шумите, а потом в 12 ночи они вдруг начали работать. У меня как реакция к ним? Такая же, как в 8 часов вечера. Перфоратором начали работать, да? Какая-то сила у них пришла в 12 часов ночи. Я думал, ночная смена началась. Я думаю, это сила от алкоголя, да? Обычно алкоголь тоже дает энергию, силу. И они посидели хорошо, повечерил, и вдруг давай мы доробим, да, там, сегодня всю комнату. И в 12 ночи перфоратором начали долбать. Я на втором этаже, а не на первом. И у меня стены там дрожат. Очень интересно. Я не мог им сказать, будьте благословенны, да? Какие-то другие слова начали появляться в моем, как бы, разуме. Но тогда я хорошо был, телефон директора, я ему позвонил, он не брал трубку, я ему написал. Почему-то у вас очень шумно сейчас, да? Ну и через 5 минут они затекли. Я думаю, этот директор позвонил и сказал им. Поэтому в нашем сердце, да, вот это все, что мы прячем, оно есть, и просто нужно определенное обстоятельство, да, чтобы оно вышло наружу из нас. Но человек какой одежды стоит? В паутине. Это красивая одежда, я такой благочестивый, я верующий. Почему эта одежда появляется? Я прав. Но Бог сказал, эти люди бегут козлу. Эти мысли у них нечестивые. Эти мысли ведут к погибели. Но мы так не думаем. Мы думаем, наши мысли не ведут нас к погибели. Наши мысли ведут нас куда? К хорошей жизни. К счастливой жизни, да? Не поеду в церковь, буду дома сидеть. Не заболею коронавирусом, да? Разве мы можем сохранить себя? Он подкал все внутренности наши. Поэтому, если мы живем с Господом, Он контролирует наше здоровье, нашу жизнь, наш бизнес. Или кто-то думает, я на работу пойду вместо служения. Вы станете богаче? Я не видел ни одного человека, который поменял работу, да? Поменял служение на работу, он стал богаче. Наоборот, куча есть историй других у меня. Я видел, да? Эти люди, которые выбросили Бога, начали поклоняться мамоне, они стали беднее, они стали несчастливее, чем те люди, да? Которые ходят к Господу. Сегодня мы слушали свидетельства, сестры. Бог дает откуда-то. Бог кормит. Давайте еще одну историю посмотрим. Эта история, не очень такая радостная, история об убийстве. Не знаю, почему, может, пастыря проповеди повлияли, да, на меня, про тюрьму. Но и фильм. Бытие, четвертую главу мы откроем, да? Бытие, четвертая глава, с первого по двенадцатый стих мы прочитаем. Адам познал Еву, жену свою. И она зачала родила Каина. И сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец. А Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. А Авель также принес от первородных стада своего. И от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина, на дар его, не призрел. Каин сильно огорчился, а поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе. Но ты господству над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю. Разве я сторож, брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего пьет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет воле отдавать силы своей для тебя. Ты будешь и знанником, и скитальцем на земле. Достаточно. Смотрите, вот это история о двух братьях. Один получил благословение. Второй получил проклятие. Но кто-то мне сказал, что это за благословение, его родной брат убил. Как будто это не благословение. Это человек, который по плоти читает Библию. Но эта история рассказывает о духовном мире. Самое большое благословение, когда Бог призрел. Когда Бог принял. Когда Бог соединился с этим человеком. С его жизнью. Это самое огромное благословение. А там уже не важно, сколько лет он прожил здесь на земле. Он будет иметь жизнь вечную. Вчера пастор об этом говорил. Я такой счастливый. Мы будем жить вечно. Где нет времени. Где тело не стареет. Где нет болезней. Где нет карантина. Или там разных эпидемий. Где нет таких проблем, как здесь на земле. Поэтому нам нужно смотреть на эту жизнь. Но здесь история о двух братьях. Получается, один брат, да, он пошел к Богу. И получил благословение. Второй пошел и получил проклятие. Так же люди, они думают, он получил проклятие из-за того, что он убил. Нарушил заповедь. Плохо поступил. Но извините, он, Бог, уже на него не призрел до того, как он убил. Почему? Бог смотрел на сердце этих братьев. С каким сердцем они пришли. Это не значит, что Бог больше, да, ему ягненок понравился, чем плоды. Не об этом Бог хотел сказать. Смотрите. Это Бог видел их сердце. Один пришел с веры. Написано, Авель верою, да, принес. А Каин. Без веры. Он не верил в Богу. Тогда зачем он нес, да, эти жертвы. Он тоже верил в Бога. Он тоже верил, да, он, что самое лучшее я выберу и принесу. И Бог примет. Но он верил во что? В свои мысли. Смотрите. Когда Бог, Он, Адаму сказал, да, то, что я люблю непорочную жертву, то, что земля проклята, от земли мне ничего не принеси. Получается, от своей души, да, наша душа, это как земля. От своей души ничего мне не принеси. Я ничего не принимаю. Как вы думаете, Адам, он передал своим детям такую важную информацию? Это даже важнее, чем коронавирус. Понимаете, это ведет к вечной смерти, к духовным мучениям. Я думаю, он передал своим детям. Одному сыну или двум передал. Одного закрыл в комнате, ты не слушай. И только Авелю передал. Смотри, ты Богу от земли ничего не принеси. Только беспорочного Анца Бог примет. А Каину не сказал, да? У меня два сына. Тогда я одному скажу, как жить с Богом и угождать Богу, да? А второму не скажу, да? Нет, обоим. Дети. Вчера как раз у нас была беседа. Я Библию открыл, им показал слово. Это очень важно, то, что Бог говорит, да? Что любит Бог. Поэтому оба вы сейчас слушайте, оба запоминайте, да? Хотя один сидел в наушниках, я сказал, сними наушники. И слушать то, что я говорю старшему сыну. И младший тоже слушал. Бог не хочет от земли ничего принимать. Это все проклятое. От проклятого не принеси. От человеческой души не принеси. Смотрите, оба слушали. Но Авель, он поставил слово отца, сейчас Адам, как слуга для него Божий, который передает слово, поставил выше, чем его мысль. А Каин, он поставил свою мысль выше, чем слово Бога. Хотя отец так сказал, принести только жертву, да? От земли не принести. Но я же земледелец. Мой плод такой красивый. Мой плод такой вкусный. Не написано, что он принес. Может быть клубнику принес, да? Я уже жду, когда клубника начнется. Я люблю клубнику. Может быть яблоко принес, кто любит яблоки. Мы не знаем, какой, но самый лучший плод, самый вкусный, он понес Богу. Сейчас фарисей тоже несет плод. Да, мы читали. Бог же любит десятину. Бог же любит молитву. Бог же любит пост. Поэтому я все это делаю и Богу вот это несу. Но Бог смотрит на сердце. С каким сердцем мы несем. Поэтому смотрел сердце Авеля. В сердце Авеля было слово отца. Было то слово, которое Бог сказал отцу, и отец передал Авелю. Этим сердцем он принес, да? Жертву. Тогда Бог принял. А Каин, почему он не принес жертву тоже? Он же тоже слушал слово. Но он считал, моя мысль это лучшее, чем слово отца. Это истина. Поэтому я принесу плод хороший, Богу то, что я растил, посадил, растил, поливал и принес. Скажите, он мог продать этот плод на базаре? Мог. Он мог пойти к Авелю и поменяться на Агнца без плода? Тоже мог. Угостить его. Авель тоже хотел плоды кушать. Поэтому спокойно на Ягненка мог поменяться. Но он это не сделал. Потому что он своими плодами хотел хвалиться перед Богом. Понимаете? И возвышать себя над Авелем. Он возвышал. Многие так живут в церкви сейчас с Богом. Они своими плодами хвалятся и возвышают себя над другими. Но Бог, написано, не призрел. Но то, что Бог не призрел, это не проблема. Смотрите, Каину можно было покаяться. Точно моя мысль это обман. Мне не надо верить в мысль. Мне нужно пойти сейчас к Авелю и получить этого Агнца и принести Богу еще раз. Но удивительно, да? Когда он увидел то, что Бог не призрел, не принял его дела. Он дальше продолжал доверять себе. И дальше он считал, я прав. И смотрите, я прав к чему привело? К ненависти. Первая у него ненависть появилась к Богу. Почему Бог не принял? Почему Бог не призрел? Но Бога он не может убить, он же невидимый дух. Поэтому он смотрел вокруг, да? А брат рядом есть. И у него появилась ненависть к своему брату. Смотрите, от души я прав, появляется ненависть к братьям и сестрам, у кого Бог действует в церкви. Зависть появляется, да? Поэтому готовы убить. Даже убить. Ну убить это по-библейному. Разгневался на брата своего, уже убил. Понимаете? Не физически, я не про физическую смерть говорю. Он разгневался на брата. Почему Бог призрел на него? Тогда ему нужно было открыть свое сердце. Брат, у меня ненависть к тебе появилась. Но он удивительно приходит и что ему говорит? Пошли на поле, да? Там мы будем что? Пасти овец. Пойдем на поле, да? И когда на поле что? Или позвал его помогать, я не знаю на поле. Почему он пошел? Может что-то выращивать, помогать. И когда они были в поле, восстал Каина Авеля, брата, и убил его. Получается, он уже не мог держать вот эту ненависть. Но корень этой ненависти, я прав. Поэтому, когда пастырь тоже вам что-то говорит, но у вас есть прав, у вас возникает ненависть. Это не к пастырю, это к Богу. Ну, Бога вы просто не можете убить. Но пастыря вы готовы убить. Или братья и сестры вам показывают вашу проблему. То же самое. Это душа, я прав, которая мешает нам иметь отношение с Богом. Просто в церкви она обнаруживается. Когда мы делаем УЗИ, мы обнаруживаем болезнь с этого момента, мы можем от нее избавиться. Мы можем вылечить эту болезнь. Но человек, который считает, я прав, не признает диагноз Бога. Он обязательно будет такой результат, как у Каина. У него не будет отношений с Богом. Он убьет брата своего, который рядом. Он разгневается, уничижает в своем сердце других. Еще дальше что? Когда Бог давал ему шанс покаиваться, спросил, где брат твой? Разве Бог не знал, где Ави? Он прекрасно все знал, все видел. Но он дал шанс Каину покаяться. Где брат твой? Тогда Каину нужно сказать, я такой человек, который следует за своими мыслями, уже убил своего брата. Ну удивительно. Каин, он не освобождается от этой души и что говорит? Разве я сторож брату своему? Не знаю, где брат мой. Он не знает, где его брат? Он только что сделал преступление. Но он стоит в одежде какой? Благочестивый, благочестивый, я не знаю, где брат мой. Смотрите, внутри он уже убийца, он точно знает, он убил. Но Бог говорит, я не знаю. Разве я сторож, да? Ищут претензии к Богу. Что ты меня такое спрашиваешь? Он не может стать. Я негодный убийца, который заслуживаю гореть в аду и висеть на кресте. Такой душой даже не может стать. Потому что я прав. А, эта душа крепко захватила и держит его. Получается, он даже Бога здесь обманывает уже. Нет? Он Бога конкретно обманывает. Он убил брата своего. Ну как бы Богу ничего неплохо не сделал. Но здесь уже Бога обманывает, я не знаю. Богом при ней прегает. А что ты спрашиваешь? И когда Бог увидел, что Каин эту душу, я прав, не выбрасывает, он вынес ему приговор. И ныне проклят ты от земли, которая отвергла уста. Когда ты будешь возделывать землю, не станет более давать силы свои для тебя. Ты будешь изгнанником с китайцем в земле. Очень несчастливая жизнь начала у Каина. Смотрите, ничего не предвещало этому. Просто он крепко держал эту душу. Я прав. Он получил проклятие. Есть место проклятия. Есть место благословения. Это в Библии ясно написано. В Ереме 17 главе. Поэтому человек где может проводить свою жизнь? Зависит от того, с каким сердцем он стоит перед Богом. Если он увидел вот эту злую душу, я прав. Адам и Ева эту душу получили от дьявола. Мы правы. Бог не прав. Поэтому взяли и ели плод. Эта душа передалась Каину. Этой душой Каин убил брата своего и обманывал Бога. И сейчас тоже люди живут многие этой душой. Я прав. И фарисей жил тоже этой душой. Это мешает нам получать милость и благословение. Это мешает нам зайти на этот брачный пир. Вот этот брачный пир, это показывает место благословения. Мир Бога. Мир благодати. Мир праведности. Где мы можем иметь вечную жизнь. Но кто-то думает, я уже получил вечную жизнь. Теперь могу обманывать. Могу пренебрегать словом слуги Божьего. Давид очень сильно мучился. Он был помазан Богом. Но когда он начал пренебрегать душой Господа и доверять своим мыслям, он предуподействовал. Потом дальше он следовал за своими мыслями, он убил. Потом он мучился от смерти ребенка. И только благодаря слуге Божьему он смог освободиться от этой души. А точно я не прав. Результат моей правды это что? Это блуд. Это смерть Урии. Это смерть ребенка. Ничего хорошего. Здесь результат своей правды Каин это что? Смерть брата его. Когда на брачный пир тоже пришел один человек. Результат его правды какой? Плач и скрежет зубов. Вся Библия нам показывает. Дорогие наши слушатели, участники семинара. Вы освободитесь от своей правды. Библия это сердце Господа. Когда наше сердце станет единым с этим словом, которое он написал нам в Библии. Тогда мы можем иметь благословение. Если наше сердце находится в своей правде. Разделено сердцем Господа. Мы будем иметь такую жизнь как Каин. Мы будем жить в проклятии. И сколько бы мы ни старались оттуда выбраться. Мы не сможем выбраться. Только Господь может нас перевести в свой мир благословения. Сколько бы человек старался не грешить, верить Богу. Он не сможет. Только соединившись с душой Господа. Тогда Слово Господа перетечет в нашу душу. Сила Господа перетечет. И наша душа перейдет в другой мир. Мир милости и благодати. Аминь. Я тоже так верую. То, что две жизни есть. Авеля и Каина. Авель написано в Евреях. Еврея. Четвертая глава. Верою принес. В его сердце Бог видел веру. То слово, которое он передал в суд. А земля проклята. Мне своими делами нельзя стать перед Богом. А Каин. Он тоже слушал. Но он верою в себя принес. Поэтому многие люди ходят к Богу верою в себя. Как фарисеи. Давайте мы вернемся к фарисею. От Луки. Вернемся и закончим. 18 глава. Какой результат. Очень ясно. Нам видно. Девятая. Фарисей. И сказал также к некоторым, которые были уверены о себе. Что они праведны. Уничижали других следующую притчу. Вот эти люди их признают. То, что они уверены в себе. В своих мыслях. Что они правильно поступают. Что они правильно жизнью живут. Они всегда уничижают других. Человек, который не уверен в себе. В своих мыслях. Он не может уничижать других. Он стоит душой низко перед Богом. Мне нужна милость. Поэтому вот эти два человека. Они пришли и молились. Фарисей молился. Смотрите. Его признак. Сам в себе. Он молился. Этот человек общается сам в себе. Сам с собой. Он задает вопрос. И сам себе отвечает. Иди мне сегодня в церковь. И сам себе отвечает. Не пойду, потому что коронавирус. Понимаете? Пожертвовать мне десятину. И сам себе отвечает. Не пожертвую, потому что надо что-то купить. Сейчас кризис. Это сам себе отвечает. Или получает ответ от обстоятельств. Поэтому такой жизнью живет фарисей. Но мытарь сам себе не отвечал. Он стоял вдали и не смел поднять даже глаза. Будь милостив ко мне, грешник. Если ты не дашь мне свое руководство, я не смогу жить счастливой жизнью. Поэтому будь милостив ко мне, грешник. Это что значит? Ты дай мне свое понимание. Дай мне свои глаза. Дай мне увидеть себя через слово. Тогда я получу милость. Самая огромная милость от Бога, это увидеть себя Божьими глазами. Я какой человек? Вот этот фарисей был уверен сам в себе. А мытарь уже не доверял. Он стоял вдали. Он даже не мог подойти к Богу и открыть свои уста. Он точно понимал. Я не чистый. У меня ничего хорошего. И 14 стих показывает нам. «Сказываю вам, что сей пошел оправданный дом свой, Божий ли не тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, унижающий себя возвысится». Если у нас нет ничего хорошего, мы не можем возвышать себя. Именно этот человек получит милость. Этот человек получит праведность. Этот человек получит жизнь вечную, которую признал, я проиграл греху. «Грех победил меня, и сколько бы я ни боролся, я не смогу его победить». Мне нужна помощь церкви, слуги Божьего и Спасителя. Аминь. Поэтому одинаково, чтобы жить счастливой жизнью, нам сейчас, сегодня, особенно в этот период, нам нужно руководство церкви, слуги Божьего, Слово. Поэтому мы очень серьезно слушаем Слово, размышляем, мы не советуемся сами в себе, мы общаемся в церкви, мы общаемся друг с другом, мы советуемся со слугой Божьей. Если бы Давид советовался со слугой, можно я прелюбодействую? Как вы думаете, какой ответ? Будь благословен, я разрешаю? Нет. Если бы хотя бы второй раз он посоветовался, когда покой у него исчез уже после прелюбодеяния, можно я Урию убью? Пророк бы сказал, да, убивай? Нет. Тебе надо покаяться. Это результат доверия тебе, то, что ты прав. Поэтому, но Давид не советовался, а из-за этого мучился. Человек, имеющий свою правду внутри, он мучается сам от нее, понимаете? И хочет возвышать себя и уничижать другими. Такому человеку некомфортно ни в каком коллективе. Он не имеет общения со святыми праведными. Он общается сам себе или с теми людьми, которые ниже его. А выше его ему некомфортно общаться. Потому что он сам на высоте. Но, извините, у нас есть Царь, Иисус Христос. Аминь. Есть Бог, Который создал небо и землю. И Бог, Он выше нас. Поэтому нам нужно с Ним советоваться. Нам нужно Его слушать. Тело Иисуса Христа – это церковь. Поэтому пастырь тоже из Перу проповедовал нам, что кто будет иметь успех? Тот человек, который с пророками Божьими имеет связь, единую душу. Поэтому у нас есть пастырь Уксупак, с которым мы имеем единую душу. Поэтому пастырь, что говорит, мы последуем. Тогда уже 50 лет больше он проводит нас. Мы имеем успех. Сейчас многие религиозные служители получили спасение в Европе. Это чудо. Мы думали, Европа уже никогда не будет слушать. Они уже даже в церковь не хотят ходить. Но благодаря коронавирусу они начали немножко слушать. Прислушиваться к Божьему Слову. Они потерпели крак своей духовной жизни. И Бог спас. Их они свидетельствовали. Это удивительное чудо. Это деяние Господа. Я верю, на Украине тоже Господь спасет многих пастырей. Которые живут как фарисеи. Которые показывают свой благочестивый вид. А внутри они полны нечистоты. И считают себя грешными людьми. Они видят, что я не могу сказать, что я правильный. Поэтому только Божья правильность. Это настоящая правильность. Это чистая одежда, с которой мы можем войти в рай. И в этой одежде, в ее изготовлении, мы не принимали никаких усилий. Мы не принимали никакого участия. Там нету никаких наших дел. Бог сам послал Сына на землю Своего. Бог сам возложил на Него грехи. И Бог сам Его распял на кресте. Аминь. Мы ничего не делали. Мы не просили прощения. Мы не каялись. Мы не постились. Мы не молились. Бог сам сделал. Нам нужно только снять свою праведную одежду, которая запачканная перед Богом. И одеть ту праведность, которую Господь нам подарил. Написано, дар Божий. Это и есть та праведность, которую Иисус Христос нам дал. И не снимать эту одежду. Жить в ней до конца. Здесь на земле. И в этой же одежде войти в Царство Небесное. Аминь. Если мы снимаем эту одежду здесь. И одеваем одежду. Я прав. С этой минуты мы начинаем мучиться. С этой минуты у нас теряется благодарность к Богу. К церкви. К слуге даже, который проповедовал Евангелие. Мы начинаем уничижать других людей. Мы начинаем сами жить как царь. Мы становимся на место Иисуса Христа. И в итоге мы будем убивать даже своего брата, свою сестру, который рядом. В первую очередь хотим убить слугу Божию, который мешает нам грешить. Это очень ужасная жизнь. Дьявол хочет обманывать многих верующих, чтобы жили такой жизнью. Поэтому давайте через слово мы будем видеть то, что нам мешает получать благословение. Бог хочет безусловно благословить каждого человека. Но есть вещи, которые мешают нам. Давайте это мы снимем и выбросим мусорник, как запачканная одежда. Мы не будем ее чистить, мы не будем ее стирать, мы не будем ее латать. Мы избавимся от этой одежды, потому что есть новая одежда, кожаная. Это Божья праведность, которую Господь нам сам подарил. Аминь. Спасибо большое. На этом мы закончим. Давайте помолимся. Дорогой Господь, Отец Небесный, мы славим Тебя. Ты дал нам эту праведность Божью, чтобы мы вошли в Царство Небесное. Но многие люди, даже не разумея, то, что им кажется, что они праведны, они верят в это. Но важно, Господь, то, что Ты сказал. У человека нет ничего хорошего. Поэтому Ты все совершил. Ты на кресте сделал нам вечное искупление. Помилуй, что мы это приняли верой и верой в это жили. Доверие себе Ты уже распял, уничтожил на кресте. Это наш грех, с которым мы никогда не могли иметь связь с Тобой. Не могли войти в мир благословения. Благослови наших участников семинара, Господь, каждого. Дальше Ты в их жизни действуй. Молился во имя Иисуса Христа. Аминь.